Содержательность речи Речь проповедника не должна быть сумбурной, полной слов паразитов, ненужных вводных слов и вводных конструкций. С понятием содержательной речи несовместима и многословие, и всякая другая речевая избыточность. Прошу вас, братья мои, избегайте многословия в проповеди. Что я имею в виду? Сейчас я не говорю о том, что вы просто говорите долго, скучно и длинно. Под многословием мы подразумеваем некие понятия, относящиеся к культуре речи, в частности, к содержательности. Видов многословия несколько. Типичным примером многословия является использование плеоназмов. Это название происходит от греческого «плеонасмос» – «избыток», «чрезмерность». Что такое плеоназм? Это близкие по смыслу, но логические излишние слова. Например, все гости получили памятные сувениры. Памятные сувениры – это плеоназм, потому что значение французского слова «сувенир» означает «подарок на память». Памятный подарок на память – это речевая избыточность. Плеоназмы не являются сочетанием однокоренных слов. Однокоренные слова – это тавтология. Мы о ней чуть позже поговорим. Вот фраза, полная плеоназмов, придуманная специально в воспитательных целях для неграмотных проповедников. «Молодая девушка и пожилая старушка быстро помчались выбросить ненужный мусор на грязную помойку». Без плеоназма здесь остался только глагол «выбросить». «Молодая девушка» – довольно распространенный плеоназм. Хотя совершенно непонятно, почему так говорят. Девушка может быть только молодой, пожилой девушка быть не может, старой не может быть, старой может быть только дева. Но это уже совсем иное значение. «Пожилая старушка» – тоже плеоназм, хотя его довольно часто используют. «Быстро помчались», помчаться можно только быстро. Здесь явный плеоназм. «Ненужный мусор» – мусор не может быть нужным. Ну и помойка не может быть стерильной или чистой. Это все плеоназмы. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа «очень огромный», «очень малюсенький», «очень прекрасный». Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака. Речевую избыточность также характеризует использование лишних слов. Лишних не потому, что свойственное им значение выражено другими словами, а потому что они просто не нужны в данном тексте. Вот пример из некой рекламы. «О том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботимся мы». Здесь явно лишние слова, которые можно выкинуть. Либо «о том», либо «об этом». О том, чтобы вы могли улыбнуться, позаботимся мы. Вполне корректное будет предложение. Распространенным типом речевой избыточности, несомненно, является и тавтология. От греческого «таута» то же самое и «логос» слова. Тавтология – это повторение однокоренных слов или одинаковых морфем. Тавтологическими ошибками просто пестрят проповеди. Ну, я тоже не исключение. Я тоже допускаю в своих речах некоторую избыточность. Но, тем не менее, старайтесь от нее избавиться. Например, проповедники проповедуют. Тавтология. Руководители предприятий настроены на деловой настрой. Настроены на настрой – тавтология. Не путайте тавтологию как речевую ошибку с тавтологией как литературный прием. Увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. У пророка Исаия есть совершенно чудесный пример нарочитой тавтологии. Здесь тавтология используется в качестве литературного приема. Тавтологии можно избежать, если не полениться, и подобрать соответствующие синонимы. Французские писатели Флабер и Мопассан советовали не ставить в тексте одинаковых слов ближе, чем на 200 строк. Но это, конечно, высший пилотаж. Я думаю, они немного преувеличивали. Но все же русский язык довольно-таки богат синонимами, поэтому старайтесь избегать тавтологии. Расщепление сказуемого также становится разновидностью речевой избыточности. Неоправданное расщепление сказуемого – это замена глагольного сказуемого синонимичным глагольно-именным сочетанием. Вместо бороться – вести борьбу, вместо убирать – производить уборку, вместо служить – нести служение, вместо креститься – принять крещение и так далее. Ученики приняли решение произвести уборку школьного двора. Грузное предложение, переполненное, здесь налицо речевая избыточность. Гораздо лучше будет сказать – ученики решили убраться в школьном дворе. Предложение сразу будет легким и приятным на слух. Ну и, конечно, к речевой избыточности следует отнести использование слов-паразитов. От них избавиться не так-то просто. Лично мне это удается с трудом, но я за этим слежу. Типа, чисто, знаете ли, так сказать, фактически, вообще, честно говоря, и так далее. Слова-паразиты мы используем, когда мысль уходит, вам нужно чем-то заполнить паузу, и тогда на помощь приходят они – слова-паразиты. Но все же в хорошо отрепетированной речи, в хорошо подготовленной проповеди использование слов-паразитов недопустимо. Содержательности речи также вредит и лексическая неполнота высказывания, которую допускать ни в коем случае не нужно. Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого слова. Вот пример. Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. Может быть, у Куприна действительно нет в произведениях ничего лишнего, но в данном случае в предложении допущена лексическая неполнота высказывания. Нужно бы сказать, достоинство Куприна состоит в том, что в его произведениях нет ничего лишнего. Не допускать на страницах печати и телевидения высказывания, способные разжечь межнациональную рожду. Здесь получается у нас страницы телевидения. Явно пропущено слово «экраны», «телевизионные экраны». Наверное, лучше так будет сказать. На странице печати и телевизионные экраны. Или просто «телеэкраны». Не путайте лексическую неполноту высказывания с таким литературным приемом, как эллипсис. Эллипсис – это выражение, в котором несущественные слова намеренно опускаются. И в таких предложениях смысл не искажается. Примеры эллипсисов. «Скоро девять», говорим мы. Понятно, что подразумевается наличие слова «часов». «Скоро девять часов». Но мы и так понимаем, о чем идет речь. Или «у него температура». Мы прекрасно с вами понимаем, что температура у всех. Но подразумеваем под этой фразой, что температура у больного повышена. Но есть и ложные эллипсисы. Когда человек претендует на эллипсис, на самом деле у него банальная лексическая неполнота высказывания. В таких фразах, как «это чревато», нужно бы добавить «это чревато» вот какими последствиями. «Переходя улицу на красный свет, вы подвергаетесь». Надо рассказать, чему подвергается человек, переходящий улицу на красный свет. В проповедях также часто встречаются эллипсисы. Я помню, как один проповедник сказал загадочную фразу «на небесах нам всем отвесят, братья и сестры». Следовало бы уточнить, что он имеет в виду. Ставший классическим ложный эллипсис «Иисус сказал, отвалите». Фраза совершенно меняет свой смысл. Ну и даже ложный эллипсис, который придумал я сам. «Савл, что ты гонишь». Не то, чтобы я придумал его специально, но я помню, что в проповеди я его допустил. «Мне банально не хватило дыхания и получился ложный эллипсис». «Савл, что ты гонишь». Пожалуй, вот и все, что мы должны сказать о содержательности речи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова